всем привет с вами с вами авария мы продолжаем бесконечное лето вот под названием современная история может так таскать подходим к концу этого мода потому что там только сделано 8 дней а сами дичьи не сделано надо еще потом ждать потом нашел новый мод который только что недавно вышел потом после этого посмотрим дает not мод новый как-то потерянные я подстроили полностью тут слова а может помню может просто я притворяюсь тут все возможно потерянное счастье за ней стояла славя тем привет слоя немного покраснел и замялась пресса ты что что чешусь нормально да я просто хотел объясниться про что про поцелуй а какой поцелуй слушаю всем не подумай это было горячо считает и благодарность за танец хорошо а а может раз вались хорошо всем не хотел сказать что ты меня не нравится то есть что ты не симпатичный хорошо я понял а я уже думаю что у меня с ней что-нибудь получится а может она и к лучшему ага не на торопиться блин и пугал извини не хотел так вот не торопись выбери то которое тебе на самом деле интересно вот в таком месте находишься эти девушки словно ангелочки я рис тоже тут подумать надо все не умываться надо а я стой ту как дурак минут 2 на одном месте и разбиваешь со своим внутренним волосом все порядке ага я буду сахал муаником девочки даже лица а вот тут на пахнет нормально открыв кран одного из одного из муаников я мусс и вода была легче новой достав из пакетика щетку и зубной порошок я принеса чистить зубы закончу процедура я прополоскал рот водой вода была настолько холодной что все зубы свело так как полотенцем и не было я бы не не утирал руки а просто размахиваю ими чтобы встряхнуть капельки воды разворачиваться туманик я и 30 камень я ударил лену полпу она испугалась хотела залог я намочу руку холодной воды и провожу линии на линии на лоб она немного покраснела леда и сиди мне пожалуйста ничего страшно раздался горно завтра мы с леной пошли с того хорошо что я я стал приложил а то бы ходила по лагерь с шишкой ухода слоя на ладочке сидели алиса мику ильяна со ряда с ними зашила это таскил пионеров из-за листового я немного попал там с девочками и на скамейке потом помог славе и звери показалось вожата и пригласил их всех внутрь я пошел за подносом назад оказалось рисовая каша бутерброд с маслом и треугольник молоко вот откуда интерес тут треугольник молока пока я смотрю под нас столовая наполнился и почти сестру были заняты я смотрел мне смотрим места куда можно сесть рена мику алиса и слайд сидели за одним столом заседине историка достижение шурик в углу столовой в одиночестве в электроне я подошел к нему привет можно спросил я киваю на стул стоящий рядом о привет садись конечно а то мне нам и скучно почему-то один сидишь вот там же не шуриком сидят мешать им не хочу шурик последнее время бегает за женькой она впервые два-три дня отшивал его даже не разговаривал с ним электрон посмотрела на них и сказал а сейчас вот сидят беседу смеются ну что поделать влюбился шурик надеюсь хоть ты вот и про друга не забудешь когда за девчонка меняться будешь а как же не быть не бы еще понятие за какой гоняться тоже разумеях ответил я мешая кашу не вот на самом деле пока что никто не нравится почему вроде все красавицы и не говорю что они некрасивые или не симпатичны даже на борт но нет из них той с которым мне бы хотелось находиться а у тебя как семён а что наличным говорю как у тебя да не знаю пока все хорошо хорошие все хорошие тем более признаться симпатии храбрости не хватит сто процентов если надо будет для храбрости электро прошептал заходи ко мне куб там есть бутылочка столичный а а а а ах ты электро мне подмигнул без проблем как это без проблем ты хоть раз у какой пробовал тебе не то что этот водки от запаха детского шампанское развезет конкретно да ладно тебе как знаешь когда выпивать будешь не забудь про меня предупредить зачем 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 чтобы я запомнил запоминал все а то ты иногда накатишь и все право памяти на ближайшие часа четыре обеспечен ладно да я в кашу я таки и откинулся на спинку 100 и принес уплетать бодиброд электрон поступил точно так же в корме здесь все-таки неплохо согласен во время трапезы к нам подошла вожата привет пенера сегодня какой халтуры будьте работать на паник не покладай рук только мы вдвоем а как же больше мужских рук нет в коллективе а шурик то что меня жене его отпросила спать на острове замедленникой как по завтраку слава вам даст поручение ну а я побежала вожата скрылся столовой в очередно нас убеждая что девушки иметь большее значение чем мы хвалопы ну что придется работать мы отнесли поднос и вышли столовой на лачке сидел славя мы стели по бокам от нее и стали готовы принимать нашу крестьянский крепостных ребята сегодня дел у вас много будет так сперва на колоти на колоти дрова вожата попросила да и побольше чтобы девушки николай николари сами отопать отопадить чего ульяна бы себе конечности отрубила во вторых покрасить малышкин по аллее краску я вам выдам ну и в третьих так как я буду занята вам нужно будет сыграть трой вожатых и сводить пионер из мальчиков на пляж а уже ты на что она силу в город уехал вечером приедет а кто вместо его будет я назначил лену хорошо ну что семя пошли в сплот думаю дрова на кого наколим а потом лавочка покрасим руки а тут он правильно говорит ну что если мы будем красить вот именно красить у нас или ноги чудо будет проблемами чуть другое ничего до покрывать ничего мы ставим славочки миновая площадь и выше через не сгибания не было чтоб к колоде взял кого не принес и кого дрова а у тебя неплохо получается спасибо создавая расколов еще одно поле на ритрой ты не думай отменивать и мыслях небо половину ты половину я вот и хорошо с каждым на взмах в руки оставали все больше и больше расколов свою половину дров я передал колон электронику он кого дрова не особо мило если я расколол свою часть за двадцать пять тридцать тонуть и и за час не отправиться это их да и краску пойду возьму и лавочки пока покрашу хорошо того казалось троник обкор облокотившись на кого я вашу на площадь новачки сидели ли саудья я блашу к ним девчата не подскажет здесь не стало сейчас я сама хотела бы узнать она хитро у нас остался скамейки убежала и что делать вот видишь я пригодился сходим и бог там лена сидит точно спасибо к медпункт я пошел через лес все равно торопиться некуда электроник там еще час провели 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 пролазиться бы где на крыльцом медпункта я поправил галстук и посучался водите и открыл дверь и вашу медпункт там сидела славя алина обрабатывая царапины на руке голоса это ты где кота тогда к не отдал пение из наших отрядов и упала немного посмеялся алина со своей улыбнулись сая я зачем пришел мне это краска нужно тема поди к мику музыкальный прыжок у меня в кладовое синяя и зеленая краска спасибо я улыбнулся на прощение вышел из них пункта к мику я также пошел через лес буквально через минут десять и оказался около здания кружка войдя на к войдя на крыльцо и постучался открыто немедленно открыты и вошел на табуретке сидела мику и настраивал гитару мику привет мне краску нужно лачку покрасить сейчас он мику положил на стол гитары убежал в кладовку она вышла оттуда с двумя пыльными банками синий зеленый краски я погодил мику и пошел на площадь такс начну пожелать сюда красить придется лавочки по аллее до самой футбольной площадке я подошел к одной из лавочек поставил на трубанку зеленой краской взяв зареги ручок я снял крышку краски наполовину идеально и зачем мне красить эти лавочки рядом был мой домик открытся я спряту банки с краской побежал к мику миновал в лес и вышел в здании кружка без столько я зашел из порога спросил мику есть у меня кисточка мику снова покопалась кладового но все же на но все же нашла мне кисть я вас подбежал к домику через лес только через низ также через через минут 5 я вернулся на место заглядывая пока лицо я заметил что банки в целости и сохранности хорошо что их никто не взял не достал банки из-под крыльца обыкнул кисть зеленой краской принято красить лавочки работа была не пыльная но очень нудная вижу что тебе скучно хочешь они ведут расскажу давай встретились два мужика один другому говорит а почему тебя кошка так орет когда ты ее можешь другая отвечает а те что не орет нет 2 спрашивает а ты никак не и выжимаешь боже что за баян с таким боенов мы мы пройдет даже не орал дичьми какую-то втираешь да ладно тебе перевали все все кроме этого анекдота доказать половину лавочек я поставил банку синий краску на траву положил рядом кисточку и пройти на крыльцо неизвестно мне домика все сложу посмотрю как там электроник я прошел площадь прошел лес и вышел в бане ну как работа мы уже все вот только си вот только последний доколова прозвучок горнобе викторик я свою половину лача покрасила так что после обеда кисть в руки и письмите вперед сделано мой повелитель сдержу улыбку призем с электроник мы пошли на беду о вот так можно сказать воде слова я взял поднос и начал рассматривать тарелка борща картофельный пире и сосиска мы селись электроника за один столик вот видишь смен потер работяг неплохо кормят это уж точно мы быстро верну тарелку борща и принялись за второе это нанизывая сосиску на вику спросил меня что делать после обеду будешь не знаю наверно к мику скажу немного на гитая поиграть а когда ты лачки доказать по и поведем а лучше не на пляж были я забыл про этот пляж работяга ты хоть плавать умеешь а то спрашиваешь за кончу тропе за ее вниз поднос и вышел из столовой я стал на цепочке и потянулся на лавочке рядом со столовой сидела лена я присел на лавочке рядом с ней и закрыл глаза опрокинул глаза просидя так минуты две я стала пошел к зданию кружка привычный маршрута через лес воде на крыльцо я постучался открыто я вошел все на диван ряду с ником покраснел я вообще не понял она немного покраснел мику ты настроил гитару конечно побежал в угол комнаты сделала гитара подбежал камни и сунул руки гитару я сбрю на нее она смотрела на мяч не очень глазами и что сыграть сплин и сектор газа уже понятно надоед 3 тоже сыграет песню группы руки вверх алешка и пальцы двигались по струнам нежно когда я начал пить миг улыбнулся начался начал местами подпевать давать не знаю дать послушать любишь ты больше чем я Алёшкин, ты вздыхай зря Алёшкин, все твои мечты Только о Серёге позабыл И без Лёшкин жизнь твоя пуска Ты совсем ещё наивно и чистка Наблюдаешь ты за ним издалека Только между вами слёз река Потому что есть Алёшка у тебя Алёшкин, ты вздыхай зря Алёшкин, все твои мечты Только о Серёге позабыл Я, короче, понял, что там только будет Алёшка, Алёшка Боже мой, да мне как-то уже одно имя Алёшка Вот мне уже надоедет всю эту песню Я, конечно, не против людей с именем Алёшка Алёша там всё такое Просто мне не выдержал Я кончу играть и спросил её Ты знаешь эту песню? Не так, немного Мы очень много посидели на диване, пообщались И тут пробежали к трой Всем отстываем, мы уже надо везти на пляж Куда с так ваша-то загрузила? Сам не знаю Я бы под дождь посидел, но делаю по горлу Я похож по ладони, но по горлу Ничего Малышится электроник на улице и побежали через лес на площадь Тут уже стояло пионеры средних возрастом уходителя Здесь же был тот самый парниш с магнитофоном Электроник построил и мы везли наш путь Знаем, пошла Лена Тоже мой, хорошо, что я убрал это Когда пришли на пляж, то один из нас должен был занять место на вышке А другой пойти с пионером в воду Я бы спалился по лестнице на вышку и уже смотрел на воду Когда электроник сообразил, что ему делать Он разделся, аккуратно сажил вещи на песок и зашел в воду Прошли никаких неба, потому что электроник сплава подтащил буйки поближе к берегу И максимальная глубина была около полутора метра Лена сидела под сине большого дуба неподалеку от пляжа Читал книгу Когда я перевозглел от бюста Лена на электроника Я заметил, что губы у него были синие и он весь дрожал Я же предложил ему поменяться, на что он ответил многочисленными кивками Я след с вышки разделся, уложил одежду на песок и медленно стал заходить в воду Вода была и правда не теплой Поэтому через минут 10 я вывел малышнюю на песок Так, ребята, покупались и хватит Теперь воду не ногой, сидите и загорайте Большинство пионеров были не особо веселы к такому событию Я притянулся в песок и закрыл глаза Спустя пару с ним код, с вышки спустился электроник и присел рядом со мной Он прошептал Смел, мы вроде как устали, наработались Ну, может сегодня немного накатим? Можно Вот и договорились, у кого после ужина Хорошо Мы посидели еще минут 20 и стали строить пионеров Мы вернулись назад в лагерь и все пионеры разбежались Осталось только мы с электроником в центре площади Что-то я и вправду уработался Пойду посплю до ужина Поддерживаю С этими словами мы разберлись под домиком Затем на наш составный домик, я притянул кровать Я заметил, что около окна было открыто, а на столе лежала записка Я сегодня хорошенько поработал, поэтому ждем тебя в музыкальном клубе после ужина Так, и что делать? Неизвестно от кого записка Так, тем более, еще мои планы срываются Пойду до электроника Я ссуну в карман записку и вышел из домика Пойдя по аллее, я подошел к домику электроника Ставшись на электронике, я постучался Открыто! Я открыл дверь и зашел в домик Электроник лежал на кровати с каким-то листочком Он кинул на стол Я сел за стол, электроник встал с кровати и сел напротив меня Тоже получил записку? Да И что делать будем? Давай посмотрим по ситуациям, может все успею Хорошо А почему Лена с нами на пляжи пошла? Не знаю Знаешь, что ты ей? Я видел, как она на тебя смотрела Электроник, не говори ерунды А это не ерунда, а правда Она сидит, читает книжку, посмотрит на тебя А как только ты двинешься, опять книжку тнется Да если так, не буду торопиться Это правда Только как на рынке Вроде вещь хорошая, а если еще немного похоже Походить лучше найти можно Мы с электроником посмеялись Болтали мы еще с ним около 40 минут Прозвучал гор на ужин Мы вышли с электроником из Данка и пошли в столовую Войдя в него, мы взяли поднос и сидели вместе за один столик Наложен было картофельное пюре, котлета и немного зеленого горошка Также два кусочка вородинского хлеба и стакан компота Мы с электронкой оценили пищу, обменявшись взглядом и принялись ее употреблять Мне самое интересное, что за... А что там в музыкальном кубе будет? Я чувствую, что это не то Даже не употребляя, а поглощать Мы были очень голодные Доев пюре, я кинулся на спинку стола, держа в руках стакан компота Так что чья ты записка думаешь? Даже не за, может Мику? Там про музыкальный кружок написано? Возможно Мы закончим трапезу, унесли подносы и выше стола Ага, вам обоим запискам Я там это сам, может быть С электроникной парой мы попрели к зданию кружка через аллеи Солнце уже рассадилось и деревья были окрашены погромными лучами Вот мы и вышли к зданию кружка Войдя на крыльцо и поправив галстуки, мы постучались Открыто Сперва я, а потом электроник вошли в здание кружка Пройдя чуть глубже в комнат, я увидел сидевшую в столу Лену, Мику и Славу Ага Проходите, мальчики, сейчас чай пить будем Мику подбежал в кладовую и принесла два стула Лена стояла у стола и заварила чай А Слава с полкилок, она достала пачку печенья, спрятанную за книги Но пока чай заваривается, Симба, нам что-нибудь сыграет О боже мой, ёб, не надо Лена лупнулась, а Слава кивнула Я взял гитару, отодвинулся подальше от стола и плюхнулся на него Ну и что мне сыграть? Можешь сыграть какую-нибудь песню в группу кино? Или B2? Или может быть группой сплин? Ладно, девоньки, давайте по порядке в очереди Спеваю, сыграю пачку сигарет в группу кино Боже мой, не будем Гитара была где-то настроена и сдавала приятные для уха звуки Пальцы двигались по сторонам мягко Закончив бегать, я покрылся пальцами и начал снова Теперь уже была песня группы B2, мой рок-н-ролл Пальцы двигались так же мягко, но бой давался тяжеловато Мне неинтересно стало Давайте послушаем вот это Если мне не понравится, я просто нажму пробьем и продолжим И то, что было набело Откроется потом Мой рок-н-ролл Это не цель и даже не средство Не новое, а заново Один и об одном Дорога мой дом И для любви Это не место Прольются все слова, как дождь И там, где ты меня не ждешь Ночные ветры принесут тебе прохладу На наших лицах без ответа Лишь только от близки рассвета того Где ты меня не ждешь Субтитры подогнал «Симон» А дальше Это главное Похоже на тебя В долгом пути Я заблету Волосы ленты И не способный На покой Я знак подам Тебя рукой Прощаюсь с тобой Как будто с легендой Прольются все слова, как дождь И там, где ты меня не ждешь Ночные ветры Ночные ветры принесут тебе прохладу На наших лицах без ответа Лишь только от близки рассвета того Где ты меня не ждешь И там, где ты меня не ждешь Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Очень приятная песня была Честно, мне как-то понравится Закончу играть Эта песня Я уже немного устал Но видел лицо Мику Которая ожидала Когда я буду играть Песни группы Сплин Мое сердце Я знал, что она ей очень нравится На этой песне Мой уже хриплый голос Звучал у него Электроника Это пони Начем не подпевать Слушай, мы это А что делать? Все равно надо послушать Если кому хочется Подпевайте Я тоже говорю Мое сердце Остановилось Мое сердце Замерло Мо И ровно тысячу лет Мы просыпаемся вместе Даже если уснули В разных местах Мы идем ставить копе Под Делвиса Пресли Кофе сбежал Под пропеллер Ах И мое сердце Остановилось Мое сердце Замерло Мое сердце Остановилось Мое сердце Замерло И может быть Ты не стала Звездой в Голливуде Не выходишь на подиум В нижнем белье У тебя не берут Автографы люди И поешь ты чуть тише Чем Монсеррат Кабалье Ну так и я Слава Богу Ни Рикки Ни Мартин Не выдвигался На Оскар Французом Не забивал Моим именем Не назван Город на карте Но задернуты шторы И разложен диван И мое сердце Остановилось Мое сердце Замерло Мое сердце Остановилось Мое сердце Замерло Мое сердце Остановилось Мое сердце Остановилось Мое сердце остановилось мое сердце замерло мое сердце установилось моё сердце зам σε замерло Моё сердце остановилось, моё сердце замерло. Да, может быть, песня заедательная, но очень прикольная. Закопчивая эту песню, я со со стола, поставил гитару в вокал-коммент и вернулся обратно. Алина уже разливала под чашечками чая, а Славин скрывал пачку печенья. Пейте чай, мальчики, вы, наверное, устали сегодня. Мы с Талик-Трункой подтягивали чай лишь кивнули. Девушки с нами не пили чай, а лишь смотрели на нас, как мы истребляем последнюю заначку печенья Слави. Алина, Мико и Слави мило улыбались, смотря на нас. Мы, истребив весь печенюшный народ, поблагодарили девочек и ещё посидели с ними, разговаривая о всякой ссячине. Я в основном разговаривал с Леной, а электроник со Слави, Мико уже была партизаном, успевала всё послушать и со всеми поговорить. Просидев тогда ночи, мы собрались уходить. Девушки сказали, что ещё немного посидят тут. Мы с электроникой обняли их на прощение и вышли на их здание. Девушки вышли на крыльцо и проводили на взгляд. Дойдя до площади, электроник спросил. Так что, когда столица построена, надеясь ты понял, о чём я. Давай уже завтра, сегодня мы уже живой нет, абсолютно. Электроник кивнул и вошёл к себе в домик. Я подошёл к своему временному месту жительства, вошёл внутрь. Я снял одежду, повесил на спинку стула и рухнулся на кровать. В основном мгновенно. Ну уж, подходим уж к концу. Я проснулся от приятного холода. Моё тело снова лежало на полу. Краем глазу я заметил, что сразу оставил открыто окно на ночь. Взглянув на больник, я увидел, что сейчас только 4.52. Это проклятие какое-то или что. Я посмотрел на свою сожительницу, хорошо, что я её не разбудил. На самом деле, я вчера так вкалывал, как севая лошадь. Я отдохнуть не могу толком. Вспомнив про вчерашнее, у меня сразу же заболела поясница, а руки стали ватными. Надеюсь, сегодня меня вожатый не занагрузит. Я поднял одеяло и накрылся, и, проезжав на кровати минут 15, я всё ещё не мог уснуть. Ну, а что делать будем? Не лежать, потому что так, до 8 утра. Ух ты, блин, не пугать так. Извини, на самом деле, не валяться же без дела. Это верно. Я след с кровати. Сделал со спинки стула сложную форму. Спасибо, надо сказать, что всегда мою форму слаживает. Я оделся, осталось вязать галстук. Вдруг я решил посмотреть на себя родимого. Открыв дверцу шкафа, изгляну на зеркало. Ну, что сказать. В среднестатистике школьник, 17 лет, щеки ныне обнаружено. Закрыв шкаф, я открыл дверь и вышел на улицу. Солнце уже встаёт. Приятные оранжевые лучи касались моего лица. Я просто встал посреди тропинки и любовался природу здешних мест. Что бы подделать? Может, подсобирать в лесу цветы. Я видел на полянку. Вручить какой-либо девушке. Почему бы и нет? Я отправился на площадь. Через неё вошёл в лес. Далее вышел на поляну, по которой голос мне вёл. А как-то узнал на каждой день это поляна. Когда ты в поход ходил, я сразу заметил. А, ну ясно тогда. Я видел много красивых цветков. Фиалки, лютики. Ого, даже куст ливанды есть. Я аккуратно рвал цветы, оставляя корень в самой земле. Собрав маленький букетик, я вышла на площадь. Пока моя пассия проснётся, о которой я буду дарить цветы, они успеют завять. Так ты... Так ты обрежь стебельки цветов по диагонали. Так будет немного лучше. Можно ещё их поставить в воду и раскрошить пол таблетки аспирина. Ну, окей. Можно и ножницы, и аспирин взять в медпункте. Я через лес пошёл к медпункту. Подойдя к нему, я вошёл на кольцо. Посмотрев на дыр, я увидел, что на ней висит замок. Весело. Угу. Может попробовать через окно? Кстати, а почему бы и нет? Я пошёл в домик и заметил, что оно было немного приоткрыто. Подтянувшись на руках, я попал внутрь. Я подбежал к столу. Делать надо всё как можно быстрее, а то вдруг Виол придёт. Ну и что? Развратить тебя немного. Этого я и боюсь. На столе я заметил нож. Разложив цветы на столе, я стал аккуратно обрезать по диаконали степеньки. Пошарив в столе, я нашёл такую вариантку и пару бинтов, также два шприца. На стене увидел висящий халат. Допустив руку в карман, я достал оттуда упаковку, этим оказались таблетки эспирин. Так, со эспирином-то мы решили, а где вазу взять, ну или на крайний случай кружку? Ну, у Логи Дмитрия в домике банка стояла на столе. Ты намекаешь, чтобы я её, так сказать, скоммуниздил? Арендовать? Ну окей. Оставив всё на столе, я пошёл к домику, выглядел Дмитрия. Так же через лес. Подойдя к домику, я зашёл на крыльцо. Открыв очень тихо дверь, я пробрался внутрь. Я очень аккуратно и медленно подошёл к столу и взял банку. Завернув на Логи Дмитрия, я увидел, что она спала ещё крепким сном. Так же я аккуратно вышел. Засунул банку под пазуху, и я побежал в медпункт. Залез всё так же через окно. Проделал всю процедуру, я поставил цветы в банку. Я аккуратно спираю ногами, а потом с вытянутыми руками с банкой вылез на улицу. Цветами дошёл до площади и плёхнулся на лавочку. Только наступил утро, а уже столько авантюк провернул. Ну и кому же ты соберешь три цветы? Ааа, вы чё, издеваетесь? Ну, нормально, а у нас не будет рута Вику, вообще, за беста, а? Вряд ли нам издеваться. Всё, всё настроились поганее, что даже не хочется продолжать, ну ладно, придётся. Ааа, получать у нас на веру, начнула. Не думаю, что она возьмёт цветы. Мы недостаточно близки. Я выкину цветы. Да, только время потратил. Ты идиот, Зимон? Иди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да пошёл ты куда подальше. И так настроение, ну и тут, тут ты ещё. Окей, окей, иди куда подальше, тот потом не проползай, не проползай ко мне за помощью. Катись уже задолбал. Я заслуждаю администрацию, взял телефон и наушники. Я пошёл на пляж. Хотя, хоть здесь побываю наедине с собой. Я включил песню Финтснэйк из Слезислав. Я подошёл к воде и посмотрел на своё отражение. Какой же ты бездарный Семён. Почему я такой? Ведь мог подарить цветы, и вдруг она бы приняла. Долгоёк. Теперь буду страдать не знаю сколько. Я потерял с счёт времени. На телефон не смотрел. Просто сидел и смотрел вдаль. Я что-то слышал горн, призывающий употреблять пищу. Но я не хочу видеть её. И так на душе хокерова. Мне кажется, я влюбился. Я зародал. Спустя несколько минут я пришёл в себя. Я не хочу жить. Пока не едят, я успею. Я рванул свой домик. Я зашёл в свой домик. Недолго поискав тумбочку, я нашёл нож. Ну, зачем я этому умер? Ведь будет намного лучше, если меня не будет. Семён скончался от ножевых ранений, нанесённых гипсами. Магомитра была арестована. Лагерь был распущен по домам. Искорее закрыт вовсе. Любимая девушка Семёнов через несколько дней повесил всё дома. Вскрываемся. Ёпт. Поздравляю, а ты очень не сожалеет. Ты вышел на плохую концовку. Возможно, что я где-то не добрал баллов переменной. Попробую ещё раз. У тебя обязательно получится. Ну, или на экранях открой схему. Ага, вот добавьте, блин, мне эту схему с Мику, и это два вообще идеально открою. Сложение создать и мода с Каина Тет и сыграть спалер. Ну, извините. Если было с именем Мик, я буду вообще идеально было открыл. А так, когда они это вообще нету, даже вообще, может сказать, поймите. Ну, вот, вот, счастье вам такое, блин, провалился. Ну, ладно, блин, ну, чё? Я не уже всё равно просто на стресс-поганили бы называется. Ладно. Ладно. Это мы, пожалуй, закончили. Ну, поход, ну, поход, что пахали конца в кашу, мы скрылись. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставьте комментарии, ставьте лайки. И мы увидимся на следующем видео. Потерянное счастье. Всем пока.